Дальний Восток, город Дальнегорск. 29 января 1986 года в 1955 по местному времени более 20 человек стали свидетелями полета светящегося шарообразного объекта. НЛО двигался параллельно земле и горел красным светом. Затем начал стремительно снижаться под углом 70 градусов и упал на вершину известковой горы. Она известна в городе как высота 611. Зарево на вершине горы видел весь город. Очевидцы сравнивали его с электросваркой или замыканием на ЛЭП. Неужели действительно НЛО? Спустя три дня на месте происшествия уже работала группа исследователей, в составе которой были не только уфологи, но и военные. Перед вами артефакты, найденные на месте крушения НЛО в Дальнегорске. Металлические капли, стеклянные шарики и сверхпрочные сетчатые пластины. Химический состав найденных объектов позволил предположить, что созданы они отнюдь не на Земле. Но почему от огромной летающей тарелки осталось всего несколько небольших частиц, куда делись крупные обломки? Не мог же в самом деле летательный аппарат бесследно раствориться в воздухе? Некоторые исследователи заявляют, это было не крушение. 29 января 1986 года на высоте 611 была совершена управляемая посадка инопланетного летательного аппарата. Информация об этом инциденте просочилась в прессу. О нем много писали и говорили, утаивая лишь одну деталь. В Дальнегорске на высоте 611 произошел контакт с пришельцами. А теперь внимание. Экспедиция, в составе которой были ученые и военные, поднялась на высоту 611 через три дня. Все они давали подписку о неразглашении и подписку о невыезде, потому что работали с государственной тайной. Судьба гуманоида, если он действительно находился на месте крушения, неизвестна и сегодня. Ряд исследователей не исключает, что он был отправлен обратно. Ведь спустя два года над этим же местом появилась целая флотилия НЛО. Но это лишь версия. О ее достоверности судите сами. Субтитры подогнал «Симон»!